Руководство города встречает гостей из Новосибирской области. Первым делом делегация отправляется на Бобруйский громаж для знакомства с производственными мощностями и модельным рядом выпускаемой техники. Демонстрация потенциала предприятия, обсуждение перспективных направлений развития сотрудничества – ключ к экономическому успеху. «Новосибирская область имеет соглашение с Могилёвской, и в том числе будем готовить новый план с конкретным мероприятием на ближайшие 3-4 года. Поэтому с этой целью мы и прибыли». Ассортимент Бобруйска-Громаша постоянно растёт. Почти полвека холдинг работает на рынке сельхозтехники. Пресс-подборщики, селки, почвообрабатывающие оборудование, тракторные прицепы помогают аграриям в более чем 50 странах мира. Компания – пример качественной работы и настоящая белорусская марка, которая уверенно себя чувствует на международной арене. «Работаем, конечно же, с рынками ближнего и дальнего зарубежья – Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, африканские страны. Конечно же, мы поддерживаем отношения с нашими братьями-россиянами и всегда готовы сотрудничать во всех направлениях». Дальше по списку – Бобруйский завод ТДА. Здесь производят востребованную тракторную коммунальную технику, дисковые колёса, прицепы и навесное оборудование. Продукция пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом. Основной партнёр, конечно же, Россия. В формировании собственного дохода бюджета города предприятие вносит весомый вклад – порядка трёх миллионов рублей. «Делегации впечатлены тем объёмом производимой продукции, которая у нас делается в городе Бобруйский. Конечно, для нас важно, чтобы наладить деловые связи с этим российским регионом». На заводе растительных масел старейшим в отрасли делегация не только знакомится с технологией производства, но и участвует в дегустации. Здесь осуществляется полный цикл переработки продукта. Оборудование – самое современное. Предприятие обеспечивает вкусным золотистым всю страну и пользуется спросом за рубежом. «Наше масло отличается стабильно высоким качеством, содержит богатый набор полезных веществ, в том числе рапсовое масло, богато омега-3 жирными кислотами». На десерт – знакомство с красным пищевиком. Зефир, мармелад, мёд, халва, пастила, желейные конфеты. Производственные мощности позволяют делать более 20 тысяч тонн кондитерских изделий в год. К слову, предприятие для презентации потенциала города выбрано не случайно. Это одни из лидеров по результатам социально-экономического развития города за девять месяцев.